Девушки отдыхают Возвращение городу, здание детского мира На данный момент Это муниципальное предприятие, которое находится В управлении другого муниципального предприятия Спорттовары на Октябрьска 72 Уже долгое время руководитель Спорттоваров говорит о том, что Пожалуйста, передайте кому-нибудь Другому Еще год назад озвучивалась сумма убытков В два с лишним миллиона рублей И это только текущие платежи, в том числе за ЖКХ За коммунальные услуги Как пояснил нам депутат Гордумы Денис Херохин Город готов принять себе Обратно, но при этом Опять вопрос, что с этим делать И нужно, видимо, еще одно Какое-то муниципальное учреждение Сюда подключать С тем, чтобы оно озвучило свои планы И свои возможности по поводу этого помещения Да, если будет это какая-то творческая студия Учреждение дополнительного образования Пусть оно скажет, да, мы согласны Будем там делать свой филиал и так далее Сейчас развернем Эту историю с точки зрения бизнеса Посмотрим на нее И возможно ли вообще эту развернуть Да, потому что еще в семнадцатом году Городская администрация говорила О планах по приватизации детского мира И озвучивалась сумма, напомню, 40 миллионов рублей Давайте вот просто приватизируем, отдадим Пусть там будет частная структура, компания, фирма И все, забудем про эту проблему В виде детского мира И сейчас у нас на связи Андрей Вавилов Уполномоченный по защите прав предпринимателей В Кировской области Андрей Николаевич, добрый день Добрый день Да, здрасте, Андрей Николаевич Вот давайте так поразмышляем Вот это достаточно бойкое проходное место Перекресток Комсомольской, Октябрьского проспекта Очень много людей Тут же Девокзал рядышком В общем, достаточно такая насыщенная там атмосфера С точки зрения бизнеса Могло бы быть интересно это здание кому-то Какое там заведение, какая организация там могла бы расположиться Вот 40 миллионов рублей 5 минут 5 лет, вернее, 6 уже лет назад озвучивали Да, сколько сейчас это все стоит Вот давайте в этом направлении попытаемся Поговорить о судьбе детского мира С точки зрения транспорта С точки зрения пешеходных Там, мне кажется, это не очень доходное место Не очень перспективное С точки зрения проживания населения Там тоже никого практически нет Кроме жителей двух домов Никто через Октябрьский проспект Туда бегать не будет Это очень далеко Люди Не будет желаний Так Приезж, приезж Были там несколько историй Когда хотели совместить торговлю детскую С детским центром Но Если это будет все платно Не переживется Потому что, вот смотрите Взять этот же глобус Максимум У них большая-большая площадь И есть детская часть Тогда это живет Когда родители приезжают Ходят за покупками Дети развлекаются Ну, потом Дни рождения там проводят Еще что-то Но это Это слишком маленький магазин Для того, чтобы Именно быть Центром притяжения И покупателей Семейных И их отдыха Ну, а смотрите Платные услуги Там не пойдут Бесплатные Пойдут Потому что Кванториум же ездят Если будет на муниципальном Какое-то очередное Ну, не очередное Одно из Систем Развития детей Бесплатными услугами Процентов хотя бы На 80 На 90 То вот Это место, конечно Угодно С точки зрения логистики С точки зрения Парковки Можно найти На Октябрьском Всегда Родители переведут Но платно туда Слишком мало места Для того, чтобы туда Ехать Именно платно А не знаете, Андрей Николаевич Вообще Были ли какие-то Интересанты Среди малого Среднего бизнеса На это здание Ну, по моему пониманию Были интересанты И несколько раз Были попытки Выставить Ну, по крайней мере Посчитать То муниципальное Предприятие Которое там Находилось На этой территории Насколько на прибыль Насколько убыточную Видимо, как раз С целью Выставить на торги Но что-то останавливало Что останавливало Это надо властей Городу спросить Ну, вот Год назад Полтора года назад Появлялась информация О том, что якобы Там на первом этаже Даже Одна из идей была И заключалась она в том Чтобы разместить там Филиал банка И даже банк Якобы готов был Провести реконструкцию Организовать отдельный вход В курсе В этих событиях Не в курсе Нет Вообще про банки Я первый раз слышу Я помню, что там хотели С учетом того, что Ну, какой Для кого-то видится Что это входные ворота Въездные ворота города И какие-то рекреационные Туристические салоны Если бы туристические салоны И там наверху дети не лепят Но вот как у нас Медведев же приезжал Дымковскую игрушку Значит, он лепил Где-то на свободе Что-то подобное Чтобы и дети развивались И что-то продавалось Ну, такая еще тема Может пойти Но это должна быть Бюджетная ситуация Мне хотелось бы вообще Еще Андрей Николаевич Спросить по поводу Муниципальных объектов Которые у нас Включаются в программу Приватизации И вообще Насколько они привлекательны Для представителей бизнеса Мы же знаем эту историю Ежегодно у нас Горадминистрация Формирует некий список Объектов От которых она хотела бы Дистанцироваться Мягко говоря Пусть это будет На чем-то другом балансе В чьей-то другой собственности Насколько этот список Объектов муниципальных Он интересен вообще Учитывая качество Зачастую этих объектов Для бизнеса Да, Андрей Николаевич Я думаю, что И за рубль Интересен не очень многим Да Да У нас есть опыт Передачи за рубль Да Частное государственное партнерство Сколько-то лет Ну и не только В Кировской области Естественно Это национальные Какие-то музеи Есть Которые Они находятся Где там Они никому не нужны И здесь то же самое Но А что не устраивает В аренду Или Что не устраивает В первую очередь Ну нет собственности Никакой Честно Никакой собственности Не видно, что Надо столько вложить Что это неизвестно Когда сейчас окупится Ага То есть не устраивает В первую очередь Вопросы рентабельности Да Вопросы затрат Сил Которые нужно вложить В реконструкцию Все, что сегодня Раскручивать надо С нуля Это Очень тяжелая работа Очень тяжелая Поэтому Бизнес Как бы Пока в ожидании бизнес Хорошо, спасибо Андрей Вавилов Уполномоченный По защите прав Предпринимателей В Кировской области Закрывал у нас Тему с детским миром Отложим Пока ее до лучших времен Посмотрим Удастся ли В итоге Что-то сделать Будем переходить Сейчас к другой теме Это Сезон Раскопок Так называемых Реконструкций Тепловых И коммунальных сетей Накануне Кировский филиал Компании Т-плюс Сообщил о том Что уже Работы в нашем городе Стартовали В частности На переулке Вершининском И на улице Красина Большие планы У Т-плюс В этом году В областном центре А также в Кирове Чепецке Видимо речь идет О перекладке Почти что 56 Километров Подземных Коммуникаций Это очень большая цифра И Кстати надо учесть Кстати надо учесть Что в начале марта Вопрос Будущей реконструкции Обсуждался у губернатора На совещании И тогда Глава администрации Вячеслав Семаков Доложил о том Что в городе Разработан Или принят Уже некий Акт Об ответственности За нарушение Двухнедельного срока Ремонта Коммунальных сетей То есть Ай-яй-яй Организациям скажут Если они Будут затягивать Эти сроки Ну сейчас мы все Выясним подробности Подключаем к беседе Олега Прохоренко Руководителя Олег Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Олег Да очень бы хотелось знать Весна так или иначе У нас вступает В свои права Да вернее уже вступила Набирает обороты Впереди У вас очень много дел И вы уже приступили К некоторым из них О планах О перспективах Хотим сейчас пообщаться В нашем эфире Что делаете сейчас На чем сейчас Сосредоточились Олег Ну сейчас идет Отопительный сезон Вот Ну пока Довольно спокойный сезон То есть по себе Просто по своей работе Мы смотрим Мониторим Все жалобы Обращения И так далее Вот И какие-то Серьезные там Нарушения Ну честно сказать Спокойная зима Несмотря на Морозы январские И так далее То есть с точки зрения Функционирования Системы теплоснабжения Видно что Те работы Которые Три Четыре Последних Года Велись Они позволили Существенно Улучшить ситуацию Ну количество Дефектов Повреждений На сетях К 2019 Году сократилось На 40% Это говорит о том Что движемся В правильном направлении Не о сети Вот Но текущий год Будет конечно Таким серьезным вызовом Олег Прости пожалуйста Перепью С 2019 года На 40% Уменьшилось количество Сократилось количество Повреждений Дефектов И количество И объем Теплопотерь Которые мы тоже считаем Примерно на 27% Сократилось Ну почти что на 30% Да Так вот этот год Если в предыдущие годы По реконструкциям Было заменено 146 километров То только в этом году В Кирове Планируется заменить 55 километров 56 там почти Это ну Нужно себе представить То есть это не дороги Это именно трубопроводы Сопряжено с раскопками Безусловно Но что хорошо И в принципе каждый Может ознакомиться Посмотреть на сайте Реконструкции Который мы запустили Уже две недели Как можно будет Посмотреть Где мы будем копать В этом году Меняются целые микрорайоны Целые кварталы Вот если взять Допустим Кварталы Причем кварталы Не просто Там с потолка А те которые Проблемные И где мы знаем Что вот Мы не вылазили Там с раскопками Долгие годы Сейчас будет спокойно Мы завершаем Эпопею по Косте На третий год подряд Нынче будет проводиться Там работы И в Костино Меняем 6,2 километра Теплосетей И фактически Все сети В Костино За исключением Небольшого кусочка Частного сектора Они будут Заменены То есть Костино будет Таким Спокойным Местом Где можно Спокойно Разбивать Клумбы Газоны И так далее И не думать о том Что И укладывать Срежие Когда непосредственно В Костино Активный этап работ Стартует На самом деле Что касается сроков Везде сроки Обозначены То есть Есть специальный документ В администрации Который еще в конце Прошлого года Был подписан На выводе Теплоисточников И тепловых сетей Для проведения Реконструкции И там везде Обозначены сроки Там С середины мая С начала июня И по 30 сентября Но это не значит Что работы будут вестись С середины мая По 30 сентября Это Вот тот промежуток Времени Когда Подрядчики Наши Как правило Эти работы Выполняют наши подрядчики Причем Уже Завоевавшие Ну По крайней мере Отработавшие Несколько лет И мы знаем Что они надежно Отработают Вот То есть Нет каких-то Неожиданностей И Тех Кто из других Регионов Заявился И неизвестно С каким результатом Отработает Так вот Они будут Получать ордер И Разрешение На там где нужно Еще сужение Дороги И так далее И только после этого Будут приступать к работам Причем На прошлой неделе У нас была встреча Руководство Компании Кировского филиала Приглашало Подрядные организации Приглашало Заместителя Главы администрации Сергея Александровича Торхова Были представители Ветер управлений Где обозначались Как раз Требования К подрядным Организациям С одной стороны Им Как бы Даны контакты Все Для того Чтобы Ускорить По возможности Процедуры Получения Разрешения На проведение Работ В то же время Ребята У вас есть сроки Вам нужно В течение Двух месяцев С момента Как раскопали Закопать Провести благоустройство Заменить трубы Это Сроки Достаточно жесткие Но Подрядные организации На это идут Ну Во-первых Есть опыт Во-вторых Они понимают Представляют Примерно Уже Там План свой Что Зачем Они будут делать А дальше Все будет Зависеть От того Как скоро Они получат Разрешительную Документацию И приступят Непосредственно Речь идет Сейчас о новых Правилах Которые с этого Года начнут Действовать А акт об ответственности Да Все верно То есть Там Ужесточены Несколько Ужесточены Требования Но Допустим Два года Подряд Мы уже Практикуем Закладываем В техническую Документацию Подрядчикам Что нужно Строить резервные Ветки Горячего Водоснабжения На период Проведения Работ Сейчас это зафиксировано Документом Вот давайте об этом Вот эти вот резервные Ветки Да Вот я читала Эту новость О том что их Как-то будут Бросать Это Обязательное Требование Для Любых Работ Это Обязательное Требование Для Реконструкции Дело в том Что Ремонтные Работы Вот то что Выявляются Какие-то Дефекты На сетях В ходе Гидравлических Испытаний Там Резервную Ветку Будешь Дольше Тянуть Чем Острый Ниже Дефект Чем Непосредственно Работы Конечно Целесообразности В этом нет А то что Касается Длительных Работ Там где Мы Допустим В районе Улицы Цеховой Продолжится Работа И там 6 километров Теплостей Будет Переложено Понятно Что это Требует Времени И на все Это время Чтобы люди Не сидели Без Горячей воды Там В течение Двух Месяцев Прежде чем Давать добро На отключение Трассы Должна быть Проложена Временная Ветка Замом Либо Либо будут Кусочками Да То есть Кусочек Заменили Перешли Ко второму Второй Заменили Для того Чтобы потребители От этого Не страдали А правильно ли Я понимаю Что сначала Бросят Эту ветку Резервную А потом Уже начнутся Работы Все верно То есть Требование Ровно такое То есть Получается Без ресурса Люди сидеть Не будут Или какое-то Время Время В течение Одного Двух Дней Для того Чтобы Привести Сварку И так далее То есть Вот эти Технологические Перерывы Они будут Но Такого Чтобы Из-за реконструкции Еще раз Обращу внимание Не ремонтов Из-за реконструкции Вот этого Строительства Новых теплосетей Взамен старых Люди Не сидели Неделями Месяцами Без горячей воды Строятся Резервные ветки Горячего Двух Они потом Разбираются Демонтируются Переносятся Где возможно На новые участки И так далее Вот вот Олег Как Такой Чисто мужской Интерес Да такой Хозяйский Как вообще Выглядит Эта резервная ветка Она будет Над землей Вы не будете Ее закапывать Нет безусловно Закапывать Мы ее не будем Над землей В прошлом году Вот очень Такой пример Был на улице Конева И Волкова Там Была Очень протяженная Там по всем дворам Эта ветка шла И собственно говоря Можно было наблюдать Она идет По земле Но как правило В пределах Места проведения Работ То есть Огорожена Отдельно Там Ограждениями Да Да И Можно проверить Теплая она Или нет Вот А потом Когда Реконструкция Завершена И нужно Состыковаться Понятно Что отрезается Эта ветка Демонтируется Трубы Выводятся На следующий участок Это дополнительные Затраты Компании Это дополнительные Затраты И дополнительное Время На Подрядные Организации На наши Но Они И мы Живем в этом городе И мы хотим Действительно Чтобы год от года Ситуация улучшалась И комфорт Все-таки Уровень комфорта Должен расти А этот опыт Вообще Использования Резервных веток Он к нам Из других городов Пришел Почему раньше Этого не делали Да Ну Раньше Не было таких объемов Дело в том Что если Как раз Я тут смотрел Вместе С Реконструкциями И ремонтами В 2016 Году Поменяли 26 километров Теплосетей А в этом году Вот реконструкция 55 И примерно Столько же Еще планируется Ремонтов Это 107 километров Это рост В 4 раза Мы понимаем Да И с увеличением Объемов Понятно что Количество Потенциально Отключаемых домов Растет Тоже в прогрессии Поэтому Стали задумываться О том что Ну как то надо Действительно Выходить из этой ситуации И предусматривать Альтернативное Горячее водоснабжение На период проведения Олег Сайт Реконструкции Упомянул Это какая то Отдельная страница На существующем сайте Или это какой то Отдельный ресурс Это отдельный проект Он размещен Ну вот Есть прямая ссылка Но озвучивать ее Наверное Смысла нет Хотя бы Как найти его Да Зайти на него Можно С нашей группы Кировского филиала Это плюс ВКонтакте Безусловно Там есть Выход И через Ресурс Hotwaterkirov.ru Там вверху Крупно написано Сайт реконструкции 23-го года А вот я сейчас Смотрю План перекладок Тепловых сетей В 2023 году Посмотреть Где какие работы Будут вестись И там Вот эта карта Которая Карта Кирова И Чепецкая Ниже тоже кстати есть На нее можно кликнуть Она Ну как бы Карта Яндекса На которой Нанесены те участки Которые будут Нынче меняться А что касается Допустим Объектов То ниже есть карточки Тут же Где Можно посмотреть Протяженность Труп Срок проведения Работы И в том числе Ограничения Допустим Если это сопряжено С ограничением Движения транспорта А наиболее Наверное Такой Значимый Для нас нынче И Заметный Будет Потому что В центре города Участок Это продолжение Реконструкции По Преображенской В прошлом году По Карлу Маркса Шла реконструкция И Преображенскую Переходили Да У Драмтеатра В этом году У Драмтеатра По Преображенской До улицы Свобода Полностью Будет заменена Вся сеть И там тоже Если Помните Если ездили Мимо Каждый год Да через год Разбирали Эту плитку Вскрывали Ремонтировали Кусочками Вот сейчас Весь этот участок Будет заменен И Для этого Необходимо Будет сужать Улицу Преображенскую И будет В том числе Частично Перекрываться На непродолжительное Время Карла Маркса Вот Поэтому Это Это Такой Значимый И для нас Значимый Вызов Но Я думаю Что мы Его также Пройдем Успешно Как это было С улицы Преображенской Карла Маркса У Драмтеатра Когда это Примерно Будет Как я сказал Сроки Срок будет Зависит От того Как администрация Города Даст добро Ребята Приступайте Еще В каких-то На каких-то Крупных Городских Артериях Будут ли Работы Кроме Преображенской Карла Маркса Да Безусловно Планируется Скажем Временное Перекрытие Розы Люксембург От Октябрьского Проспекта Жилого дома 50 по Октябрьскому Проспекту До дома 84 По Розы Люксембургу На карте Это можно Да Вот я смотрю На карте Временное Перекрытие Улица Азина От Дома 61 До Дома 49 Улица Чапаева В двух Местах Будет Тоже Перекрываться На время Это Четвертого Дома Которые Там Стоят Все Они Будут Заменены Ну И Соответственно В районе Улицы Как раз Чапаева Там Тоже Планируется Временное Перекрытие Дороги Ну И На Более Второстепенных Улочках Таких Как Орджоникидзе Это Район Витека Да Это Улица Цеховая Где Там Аж 6 Километров Сетей Будет Заменено Которые Наследство Достались От Лекси Сети Вот Это Улица 60 лет СССР В районе В микро Районе Костина И Милицейская В районе Дома 108 По Октябрьскому Проспекту Тоже Временное Перекрытие Вот Это Наиболее Значимое Там Где Автомобилисты Почувствуют Это Будет Не одномоментно Это Будет Согласовываться В любом Случа С ГИБДД И С администрацией Для того Чтобы Спокойно Можно Было Проехать Я думаю Что В периоды Как раз Наименьшего Количества Транспорта На дорогах Поэтому Вот так Но без этого Тоже нельзя Потому что Ну как Показывает Опыт Как я уже Говорил Сокращение Дефектов На 40% Это Благополучие И это Отсутствие Внеплановых Каких-то Вещей В зимний Период Особенно Поэтому Без этих Реконструкций Мы никак Еще Скажу Если у меня Есть минутка Мы Традиционно Отмечаем День Святого Патрика Шутка Запускаем Уранин С теплоисточников В закрытую Систему Теплоснабжения То есть Это Теплоноситель Который Не должен Попадать В краны Кировчан Делается Это С целью Проверить Целостность Бойлеров Других Способов К сожалению Нет Проверить Попадает Сетевая Вода СТЭЦ В краны Вот Если 27 Числа 27 Марта СТЭЦ 5 Это Южная Часть Кирова И если Где-то В водоемах Что-то Окрасится Я надеюсь Что нет Тоже Нужно Будет Сигнализировать Нам Через Любые Каналы Если У вас В кране Окрасится Вдруг Вода Это Значит Что Бойлер В вашем Доме Трубки Прохудились И нужно В управляющую Компанию Тут же Сигнализировать Что Надо Починить Бойлер Вот А 3 Апреля Получается Уже С следующего Понедельника С ТЭЦ 4 Это Северная Часть Города Кирова Тоже Будет Вводиться Уранин Это Органический Краситель Допущенный Как раз Для Испытаний Закрытых Систем Тепло Но Эту Работу Вы Традиционно Проводите Несколько Разов В год Так что Мы Таким Странным Способом Чуть Раньше Положенного Отмечаем День Святого Патрика Олег Еще Момент Вот это Нововведение С двухнедельным Сроком Максимальным Раскопок Оно Как будет Согласоваться С работами По реконструкции Там где Очевидно Раскопки Немножко Немножко Другому На самом деле Там Я не знаю Откуда это пошло Кто запустил Эту мульку Про Две недели Правительство Кировской области Олег Там никаких Изменений Не было То есть Там Сохраняется Все Все Те же Правила То есть Там Дается Месяц На проведение Раскопок С продлением Еще плюс Месяц Если Это Какие-то Значимые Работы Но Безусловно Мы Мы нынче Уже На самом деле Достаточно Оперативно Устраняем Меньше Дефектов Быстрее Получается Ремонтировать Какие-то Участки На сегодняшний день По статистике Было Девять Незакрытых Раскопок У нас То есть Те Которые По предыдущим Годам Это было Десятки Вот Поэтому Две недели Это речь Идет Об отсутствии Горячей воды В кранах Все понятно Спасибо большое Олег На самом деле Я хотел бы еще С Олегом Пообщаться В частности Вопрос Материалов Закупки Материалов На рекламу Пора уходить Только если Олег останется Я скажу Что там Две части Часть Которая Закупается Централизованно Для удешевления Это все Приобретено И мы ждем Уже поставок Частично поставленные Материалы Часть Покупают Подрядчики Сами И Здесь Как раз Мы надеемся Что у них тоже Все будет хорошо И не будет Никаких задержек Ну все В целом В целом Выяснили В общем Материалы есть Тогда благодарим Спасибо вам Хорошего дня всем Олег Прохоренко Руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-плюс Я смотрю на часы 13 часов 29 минут А я смотрю на звукорежиссера Все Звукорежиссер всегда прав Уходим на рекламу Мы продолжаем разговор Сейчас у нас будет Еще одна тема Но я думаю Что не бесполезно Еще разочек Напомнить О том Что всю информацию Кировский филиал Т-плюс Уже выложил В интернете По поводу реконструкции В этом году Да Он сейчас передо мной Как сказал руководитель Пресс-службы Кировского филиала Т-плюс Олег Прохоренко Через группу ВКонтакте Т-плюс Можно найти этот ресурс Перейти по ссылочке Ну вот я сейчас Последние пять минут Параллельно Одним глазом Что называется Смотрел Искал участок Ближе всего Располагающийся К дому Где я живу С семьей Ну вот Да Всем знакомый Участок Улицы Воровского От Октябрьского Проспекта До улицы Горького У Цума У Цума Да помнишь Тут в последние месяцы Зимой там парило Там что-то постоянное Выставляли знаки Заграждения Да видимо будут менять участок Я нашел его На официальной карте Он обозначен как Воровского 46 И разворачиваешь эту карточку И прям видишь Срок проведения работ С 1 марта По 30 сентября Стоимость почти 60 миллионов рублей Протяженность труб Почти 400 километров Ну и так далее Ну сроки я так понимаю Указаны просто сезона пока Да Переходим к теме Переходим к следующей теме Олег Уваров с нами на связи Как и обещали Основатель музея головных уборов Народов мира Олег, добрый день Да, добрый день Да, добрый день Олег, давно не слышались И давно тоже не виделись Вот сейчас наступает весна Теплый сезон Может быть появится Да, возможность Встретиться очно, лично И пригласить к вам Вятские поляны В дом шляп гостей И жителей областного центра Ну мы вас представили Основателем музея Хотя мы все прекрасно помним Безумным шляпником Вы себя тоже называете, да? Да, безумные шляпники Еще раз напомним Нашим слушателям о том Что в Вятских полянах Существует Первый в России Музей головных уборов Народов мира Называется он Дом шляп И Видимо перерыв В ваших экспедициях Поездках В последнее время Он был связан с коронавирусом С пандемией И вот сейчас Все наладилось Вроде и вы решили Дальше поехать Правильно я размышляю? Или Некие тут другие нюансы присутствуют? Да, наверное да Но Этот проект По-своему уникален Потому что мы Его реализуем Не просто Самостоятельно Это проект Который поддержан Министерством культуры Кировской области И правительством Нашего региона И при поддержке Фонда президентских грантов Здесь вообще Наверное стоит сказать Что Вот те плоды Которые были Нами Собраны И проекты Которые мы реализовали До 23-го года Они как раз Видимо Легли в основу Уже такого Серьезного фундамента Который позволил Обратить на нас внимание И Министерство культуры Кировской области И уже поддержать Этот проект И вот Наверное мы сейчас Говорим уже О той экспедиции Которая у нас Недавно состояла Олег Уточните Прямо Когда все-таки Удалось заключить Соглашение С Министерством культуры Региональным Когда ваше сотрудничество Началось Совсем недавно? Да Это было буквально осенью Мы заключили соглашение Мы выиграли региональный грант И у нас первая экспедиция Была реализована Буквально неделю назад А Минкульт Принимает какое-то В этом участие? Чем-то способствует? Или только Сами средства Регионального гранта? Вы знаете Здесь и средства Регионального гранта И вот эту экспедицию На мой взгляд Нужно рассматривать В контексте Большого проекта В рамках которого Будет две экспедиции Одна была короткая Сейчас И одна будет Большая экспедиция В июне Потому что мы изучаем Как раз культуру Дятской кубернии Которая все время Была одна из самых Больших куберний Российской империи Вот И Особенность этой экспедиции В том, что мы Не везем головного убора Мы изучаем Технологии Мы Путешествуем сейчас По музеям Изучаем фонды Все это Тщательно описываем Делаем иллюстрации И основной Задачи этого проекта Это будет Проведение Мастер-классов С мастерами головных уборов Нашего региона И итогом Всей этой истории Будет создание Воссоздание Я бы сказал Реплик 15 головных уборов Которые бы давали На территории Вятской кубернии Этот проект В принципе Мы реализуем Достаточно давно Но вот Этап этого проекта Он выходит В финальную стадию И наверное Кульминация Это будет конечно Выставка Непосредственно В областном центре Вот этих головных уборов И головных уборов Которые мы смогли Собрать И Воссоздать Ранее Поэтому Это вот Наверное Эта экспедиция Это часть Большого проекта Спасибо, что быстро Так все рассказали Это для формата новостей В новости Обязательно это все возьмем Сейчас у нас есть возможность Детально Подробно Пообщаться Правильно ли я понимаю Что Вот Цель этой экспедиции Нет Собрать Скажем так Оригиналы То есть Это будут Исключительно Реплики Или если Что-то вы найдете Действительно Какой-то Сохранившийся Головной убор Вы его Возьмете В свою коллекцию При возможности Ну вы знаете Мы были бы Очень рады И счастливы Вообще Такой головной убор В оригинале Заполучить И даже купить В принципе За различные деньги Но мы понимаем Что сегодня Это сделать Практически невозможно Потому что Очень мало Что сохранилось И дошло До нашего времени И это частные Экспонаты Которые Далеко не в каждом Музее находятся То есть Мы проехали Разные районы Удмуртской республики Разные районы Татарстана И вот мы В фондах Нашли Буквально только Часть Тех головных уборов Которые Когда-то Бытовали На их территории То есть Даже музеи Местные И И муниципального уровня И регионального уровня И даже федерального значения Как в Елабуге Музей-заповедник Мы не смогли найти Там всех головных уборов Которые там Бытовали Поэтому конечно Пока мы Только собираем информацию Для того чтобы Создать максимально Приближенные К оригиналам Как вы сказали Да Технологии Вы изучаете То есть Прямо Технологии Производства Изготовления Изготовления Головных уборов Да В чем эта технология Нашла отражение Что это Бумаги Не знаю Документы Или Иллюстрации Какие-то Долгожители Знаете У нас запускают Сейчас фонды И в основном Это те вот Оставшиеся Либо элементы Головных уборов Где ярко видны Орнаменты Элементы вышивки То есть И вот У нас Вместе с нами Сейчас ездят И наши Сотрудники музея Которые Занимаются Реставрацией Они буквально Вот по этим элементам По частям Головных уборов Сохранившимся Пытаются Воссоздать Вот эти орнаменты И ту технологию Которую использовали В изготовлении Все время Эти головных уборов Конечно в основном Это Ну то есть Мы делаем копии Мы делаем фотографии И очень редко Где мы можем найти Какое-то описание Эти головных уборов То есть Даже в фондах Музеев Зачастую Есть только сами Экспонаты И к сожалению Практически нет Никакой информации Об этих головных уборов Но Есть литература Есть Этнографы И Люди Которые уже в свое время Особенно в советское время В 50-е годы Эту работу провели Когда еще были Люди Которые готовы Могли передать технологию Сейчас же уже Мало кто владеет Даже этой технологией То есть Мастеров практически Не осталось Вот Но Нам везет Мы иногда С такими мастерами Встречаемся В общем-то Для нас Это особенная ценность Когда они готовы Поделиться Практической технологией Как изготавливать Как изготавливали Этот головной убор В общем Собираем по крупицам Все что мы можем собрать А это люди Олег Из числа работников Музеев Или это Люди Которые вы находили Где-то там Я не знаю В глубоких селениях Вот Эта экспедиция Была у нас В основном По музейным фондам У нас есть Экспедиция локальная Когда мы ездим В глубокие деревни Разных республик И там мы находим Конечно На старожил Которые еще могут Что-то и показать И сделать Своими руками Вот эта экспедиция Была характерна Именно тем Что это была Работа с музейными фондами Как идут Навстречу Вообще Сотрудники музеев Как они относятся К тому Что вы приезжаете Да у вас есть Какая-то цель Насколько они Охотно подключаются Заранее их предупреждаете Да Что вы приедете Вы знаете Я бы вообще хотел Выразить этим людям Особые слова благодарности Потому что мы конечно На официальном уровне Делали запросы Министерства культуры Узморской республики И республики Татарстан И нас везде Примяли очень тепло Душевно И максимальный доступ Нам предоставили К фондам К музейным экспонатам То есть мы практически Заглянули Вот Святые Святых Хранителей В музеях И в общем-то Это Большая работа Была предварительно Проведена Чтобы о нас знали До нашего приезда Могли То что они имеют В своих фондах Приготовить Достать Возможно там Какую-то информацию Собрать И эта работа У нас продолжается И дальше Созданы договоренности О том что Когда они Что-то еще Смогут изучить По экспонатам Находящимся у них Они нам эту информацию Будут Пересылать Передавать То есть это Долгосрочное Сотрудничество Которое Завязалось В том числе И вот в рамках Эти экспедиции Вы сказали Что предстоит Еще одна Более длительная Экспедиция В июне Этого года Да А можете Поподробнее Рассказать Куда Поедете То есть это Тоже будет территория Бывшей Вятской Губернии Или где-то Еще можно найти Экспонаты Раз проект Называется Головные Голубые Головные уборы Старой Вятки Наверное Все-таки Да В пределах Границы Останетесь Нет Вы знаете Как раз Мы поедем В разные регионы России Искать следы Вятских Головных уборов Вы знаете Переселенцы Которые Уехали Из Вятской Губернии Уехали В Архангельскую Область В Республику Коми Уехали В Ленинградскую Область Сегодня В Санкт-Петербург В общем-то В Новгородскую Область Это как раз Те люди Которые Наверное Наиболее бережно Хранят свои Обычные Традиции И как раз У них Есть И технологии И какие-то Еще знания Которыми Они с нами Могут поделиться Поэтому На мой взгляд И я считаю Что Вторая экспедиция Она и продолжительнее Будет И более ценной То есть Мы поедем В Архангельскую Область В Республику Коми В Санкт-Петербург То есть Там везде Есть корни Предков Людей Которые Переселялись В Вятской Губернии Особенно На север шли И уносили С собой И технологии И головные уборы И многие из них Эти головные уборы Сохранили Потому что Сейчас ведется Работа По встречам По организации Каких-то мероприятий И мы понимаем Что там Ну достаточно Богатые Есть Истории Есть Экспонаты Которые нам Будут интересны Впоследствии Для того Чтобы мы Скопировали Сделали фотографии Скопировали технологии И воссоздали Потом реплики Эти головные уборы Правильно ли я понимаю Что какая-то Исследовательская работа Предваряла эту экскурсию То есть Понимать вообще Эти направления Куда люди уходили По какому принципу Регионы выбирали Да конечно То есть Это достаточно Серьезная Этнографическая Работа Была проведена То есть У нас сегодня Уже целый штат Сотрудников Музея Мы не только Выставочной деятельностью Занимаемся Но и Исследовательская И Как раз Вот эта Исследовательская Деятельность Нам помогает Понимать Где все-таки Мы можем Найти И встретить Истории Связанные С Костюмом С головными Уборами И соответственно Туда и организуем Экспедиции Потому что Очень много Разных Народностей Бытовавы На территории Вятской губернии Как я уже говорил Она была В Ставской империи Самой большой Ну и продолжают Оставаться Собственно В Кировской области Поэтому Здесь очень большой Пласт работы Который мы уже сделали Который еще Престит реализовать Олег Чтобы показать Всем Вот эти Головные уборы Подсозданные Олег Мы еще один вопрос Упустили Я думаю Что он один из ключевых Может быть Даже пораньше Стоило его осветить А вообще Особенности Специфика Именно вятских Головных уборов Она в чем заключается? Чем она отличается От костромских Головных уборов Не знаю Вологодских Перемь Да Уральских И так далее Но вы там уже Да говорили Прошлись по некоторым элементам Это детали отдельные Вышивка И так далее Да Может быть Материал Из которого Изготавливались Эти головные уборы Ну вот так В целом Таким простым языком Если попытаться Ну вы знаете Наверное В свое время Была огромная миграция На территории Ядской губернии И здесь как раз Такой сгусток Стык Различных Религий Различных Этносов Ну и соответственно Различной культуры Которая Которая порождала Потом симбиоз В обрядах В каких-то обычаях И отсюда Как бы Рождались И новые костюмы Соответственно И новые головные уборы И именно Вятской губернии Характерны Очень необычные Интересные головные уборы Которые больше В принципе Нигде не бытовали Потому что Когда к нам Переселялись Из московской Губернии И когда Появлялись семьи Там С Допустим Со стороны Финно-угорских племен То есть Когда Были такие Смешанные Семьи То Конечно Традиции Объединялись Появлялись Там Две ветви И появлялось Что-то новое Что-то необычное Поэтому На мой взгляд С точки зрения Культуры И истории Вятская губерния Очень многогранна И Здесь Как бы Очень Много чего Можно найти Чего Конечно Не увидишь И в Костромской Губернии Хотя Ну Везде Головной убор Но ведь Это такой Свою роду Как Кот Культурный Который Отражает Очень много И в себе Несет Вот Поэтому Его читать Всегда Очень интересно Особенно Читать интересно Наши Костюмы Головной уборы Которые бытовали На нашей территории Потому что Это наши Сами корни В общем Традиции Изготовления Головных Уборов На вятке Это Можно сказать Такая эклектика Это смешение Многих Многих черт Традиций Многих народностей Религий И так далее Да В правильном направлении Мне кажется Я размышляю сейчас Да Да А кстати Вот чтобы добавить Какого-то Конкретики Я всегда за это Может быть Назовем сейчас В эфире Наименование Конкретных Головных уборов Есть вообще Есть какие-то Особенные эти слова Тут же язык Еще тоже подключается Да Может приведете Какой-то конкретный Назовем такой Головный убор Как вятский моршень Еще раз То есть он Вятский моршень 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 Вятский моршень Вот Хотя у нас были Характерные кокошники У нас были Девичьи повязки Очень характерны Очень различные Вообще Девичьи повязки Например Они бытовали В разных Регионах В разных губерниях Но орнамент От себя Отличался И техника Изготовления Была Абсолютно разная Поэтому сейчас Мы Так раз Вот этим Озадачились Чтобы понять Какая все-таки Техника Была Характерна Сарапульскому уезду Да Или Клободскому Соседи А вот Головные уборы Были разные Хорошо Возвращаясь К моршню Вятскому Что это такое Вообще Это мужской Женский головной убор Он теплый Это конечно Женский головной убор Я сейчас перечислял Женский головной убор Мужские головные уборы Были очень простые Они были Как правило Валеные Ворлока Просто шапка Грубые Простые Да Простая Валеная шапка Вот Ее делали В деревнях Своими руками Вот И в общем-то Они Ну Чем-то Особенным Сильным Не отличались Ну Несли сугубо Практическую функцию Согревать верхнюю часть Стуловище А голову Непосредственно Да Для мужчин Да Сакральное значение Головной убор Имел именно для женщин Олег Смотрите Да Раз уж это будут Все реплики Кто будет Заниматься Их изготовлением Да Как будет проходить Этот процесс Будет ли он Максимально Приближен Я не знаю К старым Да Будут использоваться Например Я не знаю Для орнаментов Натуральные только Красители Или еще Как-то это будет Обыграно Ну вы сказали Да Что вы будете Искатели Уже нашли Мастеров Этого дела Ну то есть Они будут Там их изготавливать Или тут Какая-то работа Еще будет вестись У вас Вязкий поляна Спасибо за этот вопрос Мы стараемся Изготавливать И постанавливать Головные уборы Максимально приближенные К оригиналам Это достигается За счет технологии И во многом За счет того Что мы используем Оригинальные материалы То есть Мы делаем Локальные экспедиции В рамках которых Посещая Как раз Вот разные Глубинки Деревни Мы находим Элементы Одежды Которые так же Как и раньше Использовались В отделке В головных уборах Платки Стараемся Вот именно Эти материалы Использовать В своих репликах Изготавливать Изготавливать их Будут Мастера У нас есть Мастер-реставратор Который Сегодня работает В нашем музее Это Марина Александровна Колесникова И над Коллекцией Вятской губернии Она трудится Уже практически Шесть лет Можно сказать С момента Основания Нашего музея Это была Одна из основных Идей Которую мы Планировали Реализовать Это создать Все-таки В полном объеме Коллекцию Вятских Головных уборов Ну и конечно Не обходится Без чего-то Современного Практически Невозможного Создать головной убор Используя Только старинные Материалы Но однозначно Технология Вот сегодня Используется Та же самая Которая использовалась 200 И больше лет назад Будет ли Какой-то Это мы уже говорим О выставочном Процессе Будет ли Возможно Какой-то Интерактив С посетителями В плане Попробовать Что-то Самому Свалять Например Да У нас планируются Мастер-классы В музее Они будут проходить И они уже проходят На постоянной основе А также Будет Организована Придвижная выставка Которая посетит В первую очередь Конечно Областной центр Примерно По срокам Когда стоит ожидать Этого события Когда к нам приедете Знаете Проект у нас должен Завершиться В конце июля месяца 23-го года А в начале Августа Мы планируем Проводить В этом году Все-таки Очередной фестиваль Шляп Соответственно До начала Всех этих Больших мероприятий Мы завершим Проект По созданию Коллекции Головных уборов Вятской губернии Передвижная выставка Вы приедете Как с этими Новыми Экспонатами Новыми Старыми Экспонатами Так и С существующей Экспозицией Или только Головные уборы Народов Вятской губернии Привезете Да Это будет Конкретно Профильная Выставка Головных уборов Северской губернии Но так как Мы много лет Уже занимаемся Восстановлением Созданием Этой коллекции То часть экспонатов Уже у нас Находится В фондах В наших Экспозициях Музея И дополнив Это Теми экспонатами Которые мы сможем Сделать По итогам Нашей экспедиции Мы это все Создадим В виде Одной Передвижной выставки И конечно Привезем в Кироп Для того Чтобы Жители города И области Могли познакомиться С нашей Культурой Культурой Наших предков Ну и У нас есть еще Олег Буквально Несколько минут Все-таки Давайте О вашем родном Городе Еще раз Заострим внимание Чтобы еще раз Нашим слушателям Напомнить Дом Шляп Находится в Вятских Вятских полянах Там же На Ленина 31 Все верно Никуда не переезжали Да Все верно Никуда не переехали Тем более Сейчас сезон у нас Начинается Да Приехать можно В любой день Да Посмотри Приехать можно В любой день Кроме понедельника Ну это Для музеев Да Традиционный выходной Вкратце Что там Можно сейчас Увидеть Давайте еще раз Напомним Не поленимся Откуда Головные уборы Привезены Но мы-то помним Список этих стран Но хотелось бы Чтоб вы Еще раз повторили Да Да Сегодня в основных Фондах находится Которые представлены В экспозиции Более тысячи головных уборов Они собраны Из разных регионов мира То есть музей состоит Из разных залов Это зал русской культуры Где представлены Головные уборы Различных народов России Тоже из локальных экспедиции Через восстановление Через создание Реплик головных уборов Это зал Большой зал Кругосветной нашей экспедиции Который пополняется Экспонатами Из разных локальных экспедиций Подарками Которые нам продолжают Привозить Дарить Тоже из разных регионов России Мира Ну и интерактивные залы Где дети могут И дети, и взрослые Наверное могут Сфотографироваться Примерить на себе Какие-то необычные Головные уборы Ну и есть интерактивная зона Где мы проводим Мастер-класс И сегодня уже На постоянной основе В принципе Организованные группы Когда приезжают в музей Они иногда заказывают Какой-то мастер-класс Чтобы своими руками Прикоснуться Вот к тем Обычиям Которые Передавались Время из поколения В поколение Мамы Дочери И так далее Насколько интенсивно Сейчас посетители К вам туда Приходят Приезжают Наверное зимой Не так активно Летом все-таки Побольше бывает Или я ошибаюсь Да У нас маленький город Поэтому конечно Мы в основном Фонд Это лето Это гости Это приезжие Туристы Хотя туристы Снова Снова восстанавливает Турпоток Хотя он у нас Традиционно Небольшой Вот Но мы снова Начинаем работать Над тем Чтобы этот поток Вернуть До пандемийного уровня Ну и Постараться Его каким-то образом Увеличить Нет Сегодня мы видим Поддержку И со стороны Как раз Региона И я думаю Что мы Постановим Тот поток Который был Олег Вот с учетом Заключенного Соглашения С Минкультом Нет ли Идей Каких-то Возможно Организовать Постоянный Какой-то филиал В Кирове Филиал Дом-шляп Ты имеешь ввиду Да Или пока Не обсуждали Ну в Кирове Есть частные музеи В их компанию Было Наверное Неплохо попасть Да Нам задают Эти вопросы Уже неоднократно Мы их слышали Все возможно Если будут Фонды пополняться И мы поймем Что будет Самодостаточная Коллекция Которую нужно Выставлять На постоянной основе В Кирове То мы с удовольствием Это сделаем Пока же Мы просим Приглашаем С милостью просим Вятские поляны Объединительный музей Главных уборов Народов мира Дом-шляп На все наши экспозиции На все наши Интерактивные программы Спасибо большое Спасибо за приглашение Удачи вам В новой экспедиции Благодарим Что вышли на связь Олег Уваров Основатель музея Главных уборов Народов мира Который находится В Вятских полянах На улице Ленина Дом-31 Ну вот не сидится Людям на месте Поехали Поехали Снова собирать информацию Ну вот видишь И прекрасная информация На мой взгляд Что эту коллекцию Смогут увидеть Кировчане Примерно по срокам Мы определились Это будет где-то Конец лета Начало осени Передвижная выставка Приедет Потому что Я вообще никогда Не была К стыду своему В Вятских полянах Я только проездом Тоже надо признаться Вот и вряд ли Я когда-то Поеду туда Вот просто в музей Ну то есть действительно Только если Потому что это далеко Ты же можешь Сеть за руль Посадить свою семью И проехать 300 километров В музей 300 300 Больше Даже больше Вот видишь Да безусловно Очень интересная идея И очень хорошо Что такие люди Инициативные есть Занимаются Тем что Очень и очень Отличается От нашей повседневной Зачастую рутинной Такой серой жизни Вот собирают Шляпу И технологии У кого есть Желание И возможность Проехать 300 С лишним Километров Отправляйте Святские поляны А нам пора закругляться Да завершаем На этом нашу передачу Дарья Топузлеева Владимир Сметанин До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин